Задача такая. Боб и Алиса работают в одном помещении. Алиса галлюцинирует. Когда она галлюцинирует, она видит Боба. На работе, кроме галлюцинаторного Боба, она может видеть и реального Боба. Вопрос такой, очень простой. Если Алиса больше ничего не знает, никаких экспериментов не проводила, никаких расчетов не делала, какова субъективная вероятность встретить реального Боба на работе. Вот. Значит, тут сразу будем говорить так, что до последнего времени подобные задачи вообще не рассматривались. То есть сама постановка о субъективной вероятности в измененном состоянии сознания считалась абсурдом. Почему? Потому что вероятность должна зиждеться на каком-то рациональном законе. Если что-то там в сознании не так, вообще непонятно на каком законе, рациональном тем более, можно здесь построить какую-то априорную вероятность. Ведь Бобаесу, который автор теории субъективной вероятности, субъективная вероятность, ее вычисление начинается с вычислением априорной вероятности в рамках какой-то модели. Пример. Бросаем монету. Без всяких экспериментов, без всяких вычислений, мы полагаем следующую модель монеты. Монета имеет две стороны, которые симметричны полностью. Значит, вероятность, мы не можем, нет никаких оснований у нас приписывать выпадению одной или другой стороны большей или меньшей вероятности. То есть вероятности мы можем приписать только равные. Следовательно, вероятность решки одна вторая, вероятность выпадения орла также одна вторая. Эта вероятность может быть, эта субъективная вероятность может быть, при дальнейшем исследовании, как бы, быть опровергнута. Например, одна сторона монеты может быть на самом деле тяжелее другой. Тогда при бросании, там, тысячу раз, мы получим, там, 510 раз орла и 490 решки. Это может случиться. И тогда мы скорректируем свои, как бы, данные, сделаем поправку на этот эксперимент и переопределим нашу вероятность. Но до этого времени, как бы, априорно вероятность выпадения орла и решки 50 на 50, исходя из модели. Это в этом смысле априорно. Если мы бросаем кости, там 6 грани, и там априорно 1,6. Это понятно. В случае Алисы и Боба, в случае измененных состояний сознания, то есть галлюцинации, у нас до сих пор не было никакого, так сказать, закона, который мы могли бы построить свои расчеты. Но мы считаем, что с появлением модели сознания этот закон, ну, как бы, может быть выведен. То есть, если принять, что Боб реальный и Боб галлюцинаторный субъективно неразличим, то есть отсутствует различение реального галлюцинаторного Боба, то и вероятности мы должны приписать 50 на 50. Если это различение существует, тогда в соответствии с различением вероятность будет 0 и 1, или 1, или 0 в следующей вероятности. Если же нет, то все симметричные, в смысле неразличимые, субъективно, варианты должны иметь одинаковую вероятность. На этом основании ответ, наш ответ, что Алиса должна определить субъективную вероятность встречи с реальным Бобом, как 1, 2. Можно сразу возражение, да? Ведь в случае монетки и в случае кубика была идеальная модель какая-то, да? Да. И это была идеальная модель не стороны, то есть не исхода, да? Одна сторона, вторая сторона кубика, а некого объекта. В данном случае вы говорите, что неразличим Боб галлюцинаторный и реальный. Но модель идеальную не предъявили нам, на основании которой строится вот эта аплёрная вероятность. А ведь идеальная модель, с точки зрения этой дамы, как вы ее назвали, Алисы, с точки зрения Алисы, идеальная модель это ее собственная, субъективная модель собственной психики. То есть если она в принципе задается таким вопросом, субъективной вероятностью, значит она понимает, что у нее могут быть галлюцинации, и значит она имеет некие гипотезы, опять же субъективные, некую модель идеальную того, как, когда эти галлюцинации у нее могут происходить. То есть она может, естественно, ошибаться в этом своем представлении, оно может быть сколь угодно далеко от реальности, но тем не менее, некая идеальная модель своего сознания, фактически, да, у него имеется. И более того, по неким костным признакам, это мы просто сейчас подходим к тому, как реально человек действует, по неким костным признакам, она будет определять, что вот сейчас я нахожусь в состоянии измененного сознания, потому что веду себя так-то и так-то, и скорее всего это галлюцинаторный боб, а не реальный. Скорее всего. Я понял это возражение, и я совершенно с ним согласен. То есть для того, чтобы Алиса решала так, как это следует из модели, она должна, по крайней мере, знать эту модель. Совершенно верно. Это так же верно, как для того, чтобы правильно определить субъективную вероятность бросания монеты, нужно понимать... Что такое монета. Монета, что такое вероятность. Сама же модель изначально была не так построена, как ее Антон только что распроизвел. Дело в том, что Алиса, то видит галлюцинацию, то видит реального боба. Но ее описывает некая другая позиция, в классической основной традиции этого наблюдателя признан это называть Евой. Вот Ева на нее смотрит, Алиса говорит, я вижу боба. И тогда Ева решает о том, что это кто? Настоящий боб или это галлюцинация Алисы? И это делается с вероятностью одна-вторая. Именно так. Субъективная вероятность. Не Алиса. Именно суждение. Понимаете, субъективная вероятность это по определению уверенность в том или ином суждении. То есть в отличие от объективной вероятностью рассматривается, ну, байосом, рассматривается не пространство исходов, а пространство утверждений. То есть мы соответствующие этим исходам. То есть рассматриваем два утверждения. Я вижу реального боба и второе утверждение я вижу галлюцинаторного боба. Поскольку между этими утверждениями развлечения провести невозможно в случае Алисы, то следует приписать одинаковые вероятности. Да, с позиции Евы. Не понял, в каком смысле Евы? С наблюдателями. С третьего лица, с наблюдателями. Алиса все время видит Боба. Для Алисы же реальный Боб и от Галлица Наторнова ничем не отличаются. Почему? А позиция Евы как раз может быть другая, потому что позиция Евы может быть такая. Я посчитаю, сколько раз Алиса увидела реального Боба и сколько раз... Но тем не менее, некая предварительная ее гипотеза состоит, что приблизительно с вероятностью одна-вторая, а Алиса видит реального. Я не думаю так. Я думаю, что с позиции третьего лица, вероятность здесь как бы не снизу. С третьего лица может задействовать различие, поэтому можно посчитать вероятность. Третье лицо как раз зафиксирует различие. Все-таки Евы, неважно, как оно фиксирует. Одна вторая, одна четвертая, одна пятая, все же дочки, одна вторая. Нет. Ну, во-первых, потому что вы не понимаете, что можно как бы видеть галлюцинации периодически и понимать, что ты можешь видеть галлюцинации. То есть можно этот факт осознавать. Все правильно. Это верное заключение. Можно я обобщу? Значит, безусловно, эти расчеты верны, если Алиса знает, осведомлена, что она может видеть галлюцинации. Если она не знает, если она думает, что это реальность, естественно, что она будет считать по-другому. Это просто частный случай, классическая вероятность, например, и на какой-то собственной вероятности нет. Различия между Евой и Алисой, ну, нет. Да, это просто обычная классическая вероятность. Это просто в качестве примера и стопы. По галлюцинации, то... Нет, почему нет? Еву вожу просто для удобства. Ну, хорошо. А Ева на основании какой модели будет? Она знает, что у Алисы бывают галлюцинации. Дальше. И Алиса ей говорит, ой, я вижу Боба. Ага, думает Ева. Значит, скорее всего, с одной вероятностью одна, вторая. Это был реальный Боб, а с вероятностью одна, вторая, это был галлюцинации. Нет, но это в духе либо встречи, либо не встречи. Нет, нет, здесь дело в том, что в данном случае у Евы нет никакой дополнительной информации по сравнению с Алисой. Естественно, она будет смотреть на это глазами Алисы. Но Ева различает реального Боба от галлюцинаторного Алисы. Она может посмотреть. Обыкновенное накидание монет. Понимаете, понимаете, Ева будет со 100% отличать реального Боба от галлюцинаторного. Потому что... Когда вероятность будет не одна, вторая, то она, которая получится. Она же... Ева же занимается... Для Евы. Для Евы будет... Она отличается. Ева же не пришла сюда и смотрит, кого видит Алиса. А ей Алиса сообщает. По телефону. По телефону, например. Тогда информация у Евы не отличается от информации от Алисы. Я и говорю, поэтому это очень позиция. Одна, вторая будет только в том случае, если Алиса не отличается. Это не внешняя позиция. Мы же смотрим глазами Алисы, а не глазами Евы. Понимаете? Если бы Ева своими глазами смотрела, это была бы другая позиция. А так она... Еще раз. Понимаете, что дело? Если бы... Между Евой и Алисой в том, что Ева может отличить галлюцинаторного Боба от... Тогда вероятность будет та, которая статистическая. Ребята, ребята, все-таки не одна, вторая. Все-таки не понимаете? Не понимаю. Конечно. Конечно. Будет статистическая, но с точки зрения Евы. Потому что с точки зрения Алисы... Если Алиса... Еще раз говорю. Смотрите. Если Алиса не различает, тогда вероятность будет одна, вторая для Евы. Евы будет видеть... Нет, подождите. А если Алиса различает, тогда это будет просто та вероятность, которая статистически... Да не так это. То есть смотрите, давайте... А на четвертый, а на третий. Нет, господин, нет, на третий. Если она различает, вероятность 1 или 0. Потому что если она различает, значит 100% БОП, допустим, если это БОП... Это неинтересная позиция, понимаете? Это неинтересная позиция, когда... А я хочу сказать следующее, да, что, конечно, у вас будут равные вероятности, вот такие вот, как бы, одна шестая, одна вторая, всегда, когда у вас будет пространство исходов, множество исходов равновероятных, да, то есть одинаковых, без всякого преимущества. То есть фактически это означает, ну вот, это в случае монетки есть, это в случае кубика есть, да, все границ, а здесь нету, потому что здесь вообще пока не предъявлено, еще раз повторю, никакой модели. Есть пространство исходов, но нет модели, которая приводит к этому пространству исходов. Еще раз, еще раз, значит, субъективно вероятность, нет пространства исходов. Рассматривается полный список утверждений. Ну, список утверждений, ну, я как бы понимаю, это как запутались они с этими всякими осуждениями, есть, причем здесь вероятность? Есть байсовая вероятность, это не я придумал. Да я понимаю, что не вы придумали, но то, что тот, кто придумал, он сам-то продумал, что он придумал. Ну, это мы обсуждать не будем. Потому что, ну, сам факт, ну, смотрите, а если они бы различают, галлюцинацию и реальную губу, они бы не различают. Если она различает, тогда вероятность будет та, которая практически окажется. Если не различает, то для нее это будет ничего, а для Евы будет одна-вторая классическая вероятность. Если вы хотите сказать, что у нее есть некая, в этой ситуации Алиса, есть некая иммунитно встроенная мера вероятности у нее? У нее есть некие основания, на основании этих, как говорится, знания моделей и знания ситуации, то есть того знания, которое ей доступно, сделать вывод о вероятности 50 на 50. Почему 50 на 50? Потому что есть два утверждения, которые рассматриваются. Полный список утверждений тут так. Первое, я вижу реального буба. Второе, я вижу галлюцинаторного буба. Нет никаких оснований у Алисы. А я надеюсь, что я вижу одновременно. Я вижу галлюцинаторного не бывает? Что? Ну, реального и галлюцинаторного одновременно. Нет, ну она не видит. Хорошо, а скажите, а почему не сформулировать суждения так? Я, находясь в психотической истерике, которую я диагностировал по этим признакам, вижу буба. Вижу реального буба или я, находясь в психотической истерике, вижу галлюцинаторного буба? Вот эти два суждения будут уже иметь разную вероятность? Скорее всего, будут, да, субъективно. Почему? Ну, потому что она, находясь в психотической истерике, чаще видит галлюцинаторного буба. Но она этого знать не может чаще или реже. Нет, почему? Это модель ее психики. А вот модель точно такая же. Значит, она находится в своей белой гряшке, а не с... Абсолютно нет. Только исключительно в пятницу. А мы видим, в втором и середине, на четверг. Она не принимала таблетки, понимаете? Если она приняла вчера таблетки, она точно знает, что сегодня она не будет велигар. Тогда, да, да. Тогда, да. Тогда, согласен, да. Если она, если, допустим, это ограничено, как вы говорите, или некоторыми днями недели, которые известны для Алисы, или... То есть, получается уже, как бы, условная вероятность. Тогда мы должны определить вероятность нахождения в этот день недели. А, в принципе, она может и различать. Если она не различает дни недели, это только в этом случае. Понимаете? Если она знает, что она в среду и не приняла таблеток, значит, это психотическая ситуация. Я, смотрите, не увидел вообще какой-то, что это какая-то новая вероятность. Обычная вероятность? Это уже условная вероятность. Напоминает, это же известный анекдот, про который Антон сегодня говорил, про блогинку. Что, какова вероятность блондинки встретить на улице динозавра? Ответа, на вторая. Потому что либо встретят, либо не встретят. Здесь тоже самая логика. Нет. Здесь не то же самое. Объясняю, объясняю. Вероятность... Раз, объясняю. С блондинкой-то как? Что? А с блондинкой-то как? Здесь же тоже нет модели... Здесь без модели мира, и без модели мира, в котором встречаются или не встречаются динозавры, существуют или не существуют, невозможно ответить на этот вопрос. Если рассматривать чисто утверждение, встретить или не встретить, у вас отковенного, ваша Алиса, она отковенная блондинка с динозавром. Согласитесь? Нет, подождите. Радик это никакой. Дело в теории, на которую основано на это время. Смотрите. Априорная модель, с которой мы исходим, она не обсуждается. Если вы предлагаете модель с динозавром, то вы можете предложить вместо монеты и смеяться так же самое с гостиной монеты. Нет, нет. Это такое же возражение. Нет, смотрите. Модель с монетой, она принципиально отличается от модели блондинки с динозавром. Вы принципиально. Каким образом? Каким образом? Понимаете, в чем дело про динозавра, про динозавра, нам не нужно даже выходить сейчас на... Вот мы задались таким вопросом, нам не нужно ходить по улице, будучи блондинкой, и как бы ставить эксперименты, и потом вычислять вероятность. Мы опять же субъективно, априорно можем сделать суждение, что вероятность встретить его как бы минимально. Если мы эту модель принимаем, то да. Но с чего мы взяли, что эту модель нужно принять? Блондинки и динозавр. Понимаете? Если мы принимаем модель, то да. Нет, нет. Потому что блондинка и динозавр, она полностью эквивалентна вашей Алисе. Да нет же, она полностью эквивалентна бросанию монеты. Блондинка и динозавр. Нет. Да? Почему она динозавр? Да, да, нет. Такие у вас аргументы. Если динозавр, вероятность, то нет, она почти нулевая. А почему она нулевая? Потому что у нас есть при принятии решения о субъективной вероятности в этой ситуации, если мы не блондинка, мы опираемся на модель, идеальную модель мира, которая, ну, как бы, вот какая-то, мы не можем ее так высказать, да, прямо там, сформулировать полностью. Но, тем не менее, мы опираемся на некую модель мира, в котором, как бы, динозавры, там, умерли, в котором еще что-то, вот, по улицам не ходят и так далее. Вот. И субъективно, аксиоматически... И эта модель отрицает вообще такую возможность. То есть точно так же. Да, да. Это подтверждение, что дважды два равно четыре, дважды два равно пять. Согласно блондинке Алисы, эти динозавры равновероятны. Но это же не так. Дважды два равно четыре. Точка. Да. А с точки зрения Алисы? Субъективно, с точки зрения любого человека, который не знает, что дважды два равно четыре, или отрицает этот факт, вот та ситуация, которую описали. Но, в случае же Алисы и Боба, другая ситуация. Там же нет такого, что она не может встретить Боба, потому что она так же самое, как она не может встретить динозавра. Поэтому здесь аналогии не... Нет, понимаете, когда нулевая вероятность, да, это плохо, да, потому что вы скажете, что это не работает. Ну, пускай, как бы, это будет событие не встречающееся, а редко встречающееся. Ну, как бы... Да, неважно. Она не знает, это редко или не редко. Она знает, что она может встретить. Нет, почему? Нет, у нее есть идеальная модель своей жизни, так сказать. Она может встретить. То есть это может быть. Я понимаю, что здесь нельзя приорно вычислить, а может только статистически, постфактам вычислить. Вот о чем ребята говорят. Нет, не об этом мы говорим. Мы говорим, что ее субъективно вычисляет человек аксиоматически, потом ее сравнивает с реально получающим, но вычисляет он ее не так. Не на основании сравнения утверждений, а на основании вывода вероятности исходов из некой идеальной модели. Вот о чем я говорю. Ну, это классическая вероятность. Мы ведем речь о субъективной. Это немножко другое. Субъективная вероятность выяснила, что такая же классическая просто, но... Нет, нет, Байесова вероятность означает, это уверенность в истинности утверждений из списка. А уверенность как определяется? Вот, знаете, интересно, у нее есть мера. Субъективная. Ну, субъективная. То есть у меня субъективная мера. Неужели я субъективно обращаться в модели какой-то? Тогда блондитка, которая считает, что она может создать, если одна вторая, третья динозавра, у нее субъективная такая же вероятность. Если она не знает, что динозавры вымерли, если она не обладает этой информацией, то да. А в это время и говорят, что субъективная вероятность определяется на основании субъективных знаний. Если блондитка не знает, что динозавры вымерли, она их не может... Такого отношения к слову вероятность просто не имеет. Она принесет другую. Так вот, в том-то и дело, что у вас Алиса, получается, ничего о своем состоянии и, скажем, о закономерности своих состояний не знает. Вот, что у вас предполагается. Если надо, можно вывести на экран ту статью, где просто рассказывается с определениями, если вы не верите, что это принятое... Конечно, что основано на каком-то уверенности. Я, например, уверен с вероятностью 3, на самом деле, что сейчас сразу у нас произошло... Нет, ну тогда вы сейчас оспариваете, в принципе, возможность определения субъективной вероятности. Нет, я считаю, что субъективная вероятность это просто частный случай классической вероятности, которая вот хитрым образом зашифрована. Я думаю, здесь что-то новое. Хорошо, хорошо, тогда... Потому что уверенность, на самом деле, нельзя рассматривать как вероятность. Тогда беспредельный спор, потому что я предлагаю, даю способ определения именно субъективной вероятности. Если вы, так сказать, оспариваете ее существование, значит, тут не о чем спорить. А хорошо, а каким образом все-таки вы учитываете или не учитываете знания вот этой Алисы о себе? Не о том, реально это Бог или галлюцинаторный, а о себе. Ну вот я говорю, о своих закономерностях, как, так сказать... Да, вот и учитывается следующее, что она знает, что она не может отличить реального Боба. Ну, помимо этого, она много чего еще знает? Она говорит, не Боба, а Боба. Нет, нет, подождите. Понимаете, вот когда мы спрашиваем про динозавра, про динозавра, как выясняется, что... Подождите. Есть условия задачи. Мы не можем задачу расширять какими-то освоенными условиями. Подождите, а где в задаче о динозаврах? Разве вот вы сказали о том, что динозавры вымерли, это не расширение задачи, поставленной перед Баладином? Так я и говорю, что если брать задачу персе, то правильная субъективная вероятность будет именно как 50 на 50. Конечно, если блондинка субъективно... Ну, у вас Алиса действительно предстает этой блондинкой, потому что она не может, как бы, вы не даете ей права выйти за пределы задачи и, как бы... Ну, вы же выходите... Не, не мира, господа, не мира, а модель ситуации, то, что относится к задаче, не модель всего мира... Ну, хорошо, ну, почему как бы вымершие динозавры, это не модель, не модель динозавров, так сказать, и ситуации, встречи с динозаврами... Ну, почему как бы, модель психики, да, и модель, вот так сказать, и логики развития всех этих состояний, которые могут быть у нее, она может сама врач, да, вот, почему они не могут войти в ее решение... Хорошо, разберем вот этот случай с блондинкой. Давайте разберем этот случай с точки зрения... Подожди, три исхода. Нет, подожди, давайте закончим с блондинкой. Давайте, давайте закончим с блондинкой. Можно я просто завещать, не делаю? У вас тут... Нельзя, потому что я хочу закончить здесь, у вас тут... Нет, я объясню, в чем проблема-то здесь? Ну, если получается, что... Из-за того, что здесь два исхода, возникает такая, как бы, непонятность, то ли... Как бы, можно же делать утверждение и отрицание, да, и говорить, что они равновероятны, вот, как с динозаврами. А на самом деле надо сделать три исхода, тогда будет все ясно. Тогда скажите, что одна, одна, три. Давайте распишем это. Не надо ничего расписывать, мне кажется, как бы мы закончили, давайте вернем в сознание и все. Я считаю, что мы не закончили. Все, кто надо, там все поняли, все-все. Вообще-то мы на самом деле сознание обсуждаем, а невероятность. Говорили в основном вы. Давайте инфектору сказать. Насчет блогинки динозавра. Здесь полный список утверждений согласно Байесу. Первое, я встретила динозавра. Второе, я не встретила динозавра. Значит, если мы составляем такой список, мы принимаем во внимание, что мы не знаем вероятность встречи с динозавром. Если мы ее не знаем, то вероятность встретить, не встретить будет одна, вторая. Нет, давайте так, я встретил динозавра, я встретила фронтозавра, я встретила там еще третьего. Тогда будет понятно, что у вас все не склеилось. Нет, все склеилось. Ну давайте, динозавра, бронтозавра и, допустим, слона. Давайте. Какова вероятность? И кошку. Какова вероятность третьей каждой жизни? Давайте, давайте, все, пожалуйста. А вам, наверное, это будет одна третья. Ну не надо меня перебивать. Я сейчас расскажу, что вы говорите. Смотрите, значит, полный список услуги. Владитка шла по бульвару, и вот ей предлагается определить субъективную вероятность встречи. А. С динозавром. Б. С бронтозавром. И С. С чем? С слоном. Ну, со слоном. Да, с собакой, чтобы она была улетая. С собакой. С собакой. Хорошо. Всего три утверждения. Да. Значит, я встречусь с бронтозавром, я встречусь с динозавром, я встречусь с собакой. И я ни с кем не встречусь. И я не встречусь ни с кем. Зачем? Ну три, не с кем. Не надо отрицательных исходов. Три исхода. Три, ну давайте не будем. Три, так три. Значит, смотрите. Если блондинка не знает ни одной из, априорно не значит ни одной из этой вероятности, тогда у нее нет другого выхода, как приписать каждой из этого утверждения одинаковую уверенность. То есть, одинаковая вероятность. Согласно Байесу. Все правильно. Если же она знает, что она не может встретить динозавр, тогда другой калинкор. Нет, она может ничего не знать. Допустим. То есть, вы считаете, несмотря на... Субъективная вероятность определяется на основании того, что ей известно, субъекту известно. Поскольку субъекту неизвестно, что она не может встретить динозавра, то значит субъективная вероятность... Изначально список такой, понятно, что неполный. А можно ли определить... Нет, 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 подождите. Список определяется априорно. Неполный это понятно. Просто вопрос. Можно ли определить субъективную вероятность ситуации, когда субъект хоть что-то знает? Вот когда он хоть что-то знает. И так, чтобы это содержательное было определение, понимаете? Вот то определение, которое вы сейчас излагаете, оно как бы получается абсолютно формально. Либо она знает и тогда как бы... Можно, можно. Это называется условная вероятность. И определяется тоже по формулу Байса. То есть, вначале определяется априорная вероятность, а потом пересчитывается это через условия. Допустим, список условий, где равные вероятности, а потом какое-то условие, при котором, допустим, выполняется одно из этих условий. То есть, дополнительное условие. При условии, если это происходит, при условии Б, допустим. Тогда это посчитается по формуле условной вероятности Байса. То есть, уже добавляется. Но первый базис, он только априорно на основании этого может быть учтен. Ну, дальше, Стас, можно сказать. Просто я как-то маленькое замечание скажу, что это никакая невероятность. Вот это новое слово, там, любое, там, альфа, бета, назовите. Да, оно не имеет никакой связи со статусом. Слово вероятность, она никакого значения не имеет. Это вероятность не обязана иметься. Смотрите, когда мы ходим в термин вероятность, мы должны понимать, в чем его смысл состоит. Если мы как бы поменяли самые условия задачи, как бы, да, весь смысл поменялся, слово вероятность здесь просто неумеется. Ну, какая-то, это уверенность какая-то, субъективная уверенность. Субъективная уверенность в однородности метрики. Субъективная уверенность в однородности метрики. Что такое вероятность? Да, это некое отображение, у нас есть в пространстве событий, и каждому из них соответствует определенного рода объема. То есть метрика. Для монеты 1,2 и 1,2. То есть идет отображение. Точно так же и здесь. Полнота событий. Не полнота событий. А почему здесь уверенность в однородности метрики есть? То есть почему уверенность в однородности событий вот эти? В однородности метрики. В вероятности метрики. Да, не метрики, а в однородности метрики. В вероятности метрики. В вероятности метрики. В вероятности метрики, да. На чем основана здесь? Здесь есть информатичная первая задача, что у нас здесь монетным образом сдается мера на неком множестве событий. Согласитесь, что это? Я об этом все время говорю. Я знаю. Она в первую очередь, да. Она даже... Нет, я просто так по-другому смыслу говорю. А в другом смысле вы должны эту ситуацию показать, что это мемо будет у вас однородным. В основном, это тоже у вас нет в этом уверенности. Ну объясни, это же не вероятность. Я не могу обосновывать здесь всю теорию субъективной вероятности Байса. Я надеюсь, что он сделает это хорошо в своих исследованиях. Я могу только на него сослаться и на его формулы. И определение. Поэтому от меня требуетесь слишком многого. Потому что теория Байса считается признанной. Это я могу сказать 100%. На нее ссылки в интернете, если вы наберете, бесконечные. Хорошо. А можно вот такой вопрос? Вот одно утверждение. Я встречу слона. А второе утверждение. Я встречу млекопитающих или земноводных. Скажем так, да? Ну это, там же слон, это же млекопитающий. Вот. Я к этому и веду. Нет, я говорю, что утверждения должны как бы исключать одно другое. Почему? Ну, по определению вероятности. Если одна сторона монеты не исключает другую сторону, это уже какая-то квантовая логика. Нет, просто вот в этой ситуации вам не мешает то, что вы берете дополнительное знание о том, что слон является млекопитающим. Это как бы используется, это дополнительное знание. А блондинка не знает, блондинка, и для нее это равновероятно. Нет, здесь млекопитающая. Поэтому это невероятность. Просто слон, когда слона, она думает, что у нас три плодинозавора. Да, для него это на самом деле хорошо. Это невероятность. Смотрите, млекопитающая, слон относится к млекопитающим. Вы же про сказание говорите. Подожди, подожди. Мой вопрос был, я сформулирую, да, чтобы это не на уровне примера. Мой вопрос был в том, что невозможно очистить, как бы вот эту субъективную вероятность от наших знаний. Невозможно, потому что хотя бы потому, что все эти утверждения формируются на общей разговорном языке, который содержит в себе смыслы, логические связи, которые понятия им, да? Нет, смысл в том, как раз, что можно субъективную вероятность очистить от тех знаний, которыми не обладает субъект. Вот смысл в этом. Поэтому она субъективна. Она относится к оценке субъекта. Если субъект чего-то не знает, он будет по-другому определять субъективную вероятность. И в этом нет никакого противоречия. Только он не субъективная вероятность. Если он получает новое знание, его оценка субъективной вероятности обязана измениться. Нет, интересно же ситуация, когда, понимаете, в чем дело? Что смущает? Что с точки зрения вот такой формальной постановки вопроса, разве сможет субъект сформулировать какую-то субъективную вероятность численную? Понимаете? Вот именно количественную. Ведь сейчас пока, замечу, она не количественная. Когда у нас есть либо встреча, либо не встреча, 50 на 50, или там 1,6, это все время не количество, а качество. Вот есть равновероятные утверждения, и мы как бы делим единицу между ними всеми. А вот каким образом получить, допустим, вероятность какого-нибудь утверждения, не знаю, 17%, да? То есть, ну, не знаю, ну, целых 17 десятых. Как это сделать, да? То есть, в рамках этой теории я не вижу, каким образом может возникнуть вероятность как бы непростая. не такая, которая получается делением единственных. Не полноты исходов, а потому что нет, потому что эта мера не является содержательным чем-то. Она является гипотетической. То есть, ваша картина, она предполагает, что у нее есть стройная мера объема ваших событий, некая мера событий. И она одноводна. Ну, не ваша, а у байса. А это не так. То есть, нет имманентной меры. Ну, вы имеете в виду... В отличие от монетки. А у Балдинки нет имманентной меры. Имманентной меры? Меры. Что с имманентной? Тут нет, какая она может имманентной. В сути своей задачи. Ну, она субъективная, как же она может быть имманентной. Просто понимаете, в чем дело? Почему как бы... Что определение на ней манентной. Претензия к этой теории. Потому что субъективно человек часто формулирует такую уверенность субъективную, которая непроста. Он не говорит либо встречу, либо не встречу. На основании той информации, которая обладает. И не учитывая то, чем не обладает. Он говорит какие-то содержательные вещи. Он говорит 83% что вот это произойдет, а столько процентов, что это не произойдет. Ну, хорошо. Предлагаю разобрать парадокс спящая красавица. Там как раз совмещение, значит, бросание монеты со субъективной оценкой. И попытаться уже более... Сознание забыли, да? Вот так я буду обсуждать другую проблему. Нет, почему? Мы обсудили, по-моему, войска залезли. Ну, не знаю. Нет, просто там только-только и делали, что ветки ставили. Здесь не так, здесь не так.